Теперь впервые за всю нашу историю мы являемся свидетелями масштабной и мощной атаки против принципа равенства. И за дня в день нам говорят, что на самом деле не все люди созданы равными. Одни с рождения морально запятнаны, другие нет. Одни американцы виноваты, другие же невинны. А изменить что-то нам не дано. Ведь все определено уже при рождении. Все, что нам остается, это поступать соответственно. К людям из привилегированных категорий применим один стандарт, а к людям из неугодных групп, к морально запятнанным, другой. Законы в стране по-прежнему одни, главным образом для проформы. Но применять эти законы мы должны очень по-разному, в зависимости от ДНК и происхождения обвиняемого. Возможно, вы это где-то уже слышали. Это потому, что подобные системы, в основе которых лежат наследственность и кровная вина, в истории встречались очень часто. Например, такие правила были в феодальной Европе, позднее, в тоталитарных режимах на этом континенте. В некоторых частях мира это по-прежнему практикуется. В Северной Корее детей отправляют в лагеря за грехи их предков. К сожалению, и здесь такое уже было. Может быть, вы задавались вопросом, как политики могли оправдывать такие извращенные практики, как рабство и законы о расовой сегрегации в стране с такой конституцией, как наша, с помощью доводов о том, что не все люди созданы равными. Что моральная ценность одних с рождения меньше, чем у других, так они и говорили. Эти люди несли на себе пятно греха. К ним и правда можно было относиться по-другому, ведь они действительно этого заслуживали. В то время многие понимали, что это ложь. Рабство оставалось на протяжении сотен лет, но во власти всегда был кто-то, кто считал это злом. Злом не просто потому, что с людьми дурно обращались, но и потому, что само существование рабства нарушало главный принцип этой страны. И они были правы. Где же эти люди теперь? Посмотрите вокруг. Хоть кто-нибудь во властных структурах защищает абсолютное равенство перед законом? Если вообще было такое время, когда Америка нуждалась в напоминании о том, что все мы одинаково ценны перед Богом, это время прямо сейчас. Но нет, никто из властимущих этого не говорит. Наши лидеры трусливы, когда нам нужно, чтобы они были смелыми. Они сбиты с толку, когда нам нужна от них ясность ума. Возможно, они больше и не верят в равенство. 40 лет назад наша страна была страной среднего класса, и как следствие в Америке были сильны эгалитарные ценности. Практически все пользовались услугами коммерческих аэропортов и обедали в Макдональдсах, помните? Люди без иронии говорили о том, на что они имеют право как граждане и налогоплательщики. Нельзя было доплатить, чтобы проскочить в начало очереди в Дисней Уорлд. Тогда нас бы шокировала мысль о том, что кто-нибудь вроде Джеффри Эпштейна отмазался от обвинений благодаря своему богатству. Но требовали бы мы и расследовать обстоятельства смерти этого же Джеффри Эпштейна. Почему? Потому что американцы ненавидели коррупцию. В их глазах коррупция была преступлением против равенства. С тех пор наблюдается противоположная тенденция. Теперь мы спокойно воспринимаем заявление о том, что некоторые люди заслуживают обращения получше, а некоторые похуже, в зависимости от того, какими они родились. Это самое ядовитое и самое разрушительное из всех идей вообще. И в других странах это понимают. В Руанде объявлено преступлением обращение к этническим чувствам во время выборов, потому что там хорошо знают, к чему это приводит. А вот у нас в стране политика, основанная на групповой принадлежности, применяется все шире. Большинство людей, навязывающих это, извлекает из этого выгоду. Они используют недавно начавшийся хаос, чтобы кодифицировать уже развивающиеся опасные тенденции, создать общество, в котором некоторые граждане будут возвышены, а другие раздавлены. Победители и проигравшие, а кто есть кто, решает закон. Вот какую страну они стремятся построить. В то же самое время, и это всегда выдает их, они с максимальным ханжеством читают вам нотации о том, как они все делают с точностью да наоборот. Они утверждают, что в действительности отстаивают равенство перед законом. Никто не выше закона. Ни один человек не выше закона. Никто не должен быть выше закона. Никто не выше закона. Никто не выше закона, брюжат они, но имеют в виду, что это касается только вас. Это вы все равны перед их законами. Вы должны неукоснительно подчиняться этим законам, а иначе вам будет грозить наказание. А вот других при этом подобное не касается, потому что для них существует свой отдельный свод законов. Революционеры ведь всеобщих норм не признают, а наши лидеры, меж тем, уже даже не пытаются притворяться. В Калифорнии демократы собираются отозвать закон 209, который прямо запрещает расовую дискриминацию в образовательных учреждениях и на предприятиях при приеме на работу. Иначе говоря, калифорнийские демократы теперь борются за дискриминацию. Но в 2020 году в таком уже и не видят ничего странного, об этом никто даже не говорит. Недавно губернатор штата Кентукки Энди Бешир объявил о планах создать в штате систему всеобщего медицинского страхования. Правда, только для тех, у кого цвет кожи правильный. Платить будут все остальные, а пользоваться этим смогут лишь определенные этнические группы. Отстранить губернатора за подобные предложения никто не попытался, ведь подобные идеи теперь повсюду, и никакого сопротивления против них нет. Метода руководить страной, который бы сильнее вредил ее единству, и не придумаешь. Если хотите, чтобы ваши дети возненавидели друг друга, то достаточно лишь установить для них разные планки, и они друг друга точно возненавидят. Межрасовая напряженность растет у нас в стране не просто так, она разжигается намеренно. Но раса — не единственная линия раздела. Карантинные меры, вводимые в целях борьбы с коронавирусом, раса и цвета кожи никак не касаются, и слава богу. Карантин — вопрос науки, и проблема исключительно общественного здравоохранения. Во всяком случае, так нам сказали. Мы ничего не делали, пока власти уничтожали экономику страны и предъявляли американцам обвинения за то, что те пытаются заработать на хлеб. Ну а потом начались беспорядки, и мы узнали, что все это ложь. Те самые чиновники, которые грозили нам арестами за попытку выйти за порог дома, стали призывать собственных сторонников массово выходить на улицу, но никого из них не наказали. Как такое могло произойти? Это же вопиющие двойные стандарты, они даже не попытались это скрыть. Не стали объяснять и не захотели обосновывать. Но почему? Подробно ответить на этот вопрос сможет любой, кто знает о том, что такое тоталитаризм. Речь здесь о ритуальном унижении. Заставлять людей терпеть дурное обращение — это проверенный временем способ подчинить их своей воле. А что вы хотели, как бы говорят нам эти люди? Вы ведь справедливого обращения не заслуживаете, вы получаете по заслугам. Таков их посыл. Проходит какое-то время, и граждане начинают это терпеть. Ну а некоторые начинают во все это верить и винить себя. В этом и заключается цель. Но терпеть такое нам нельзя. Гарантия абсолютного равенства перед законом — это все, что у нас есть. Законы пишутся для того, чтобы защищать слабых, а не сильных. А сейчас сильные — это те, кто руководит этой революцией против нашего строя, и именно поэтому они и пытаются не спровергнуть наши законы. И если у них получится, то никакой защиты у остальных граждан не останется. Мы не можем дать им сделать такое. В США перед законом все равны. И точка. Повторите эти слова как можно громче. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...